Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Как видите, я полюбил теперь природу. Кстати говоря, если вам понравился предыдущий ролик о панических атаках, 7 шагов для того, чтобы прожить паническую атаку и с ней справиться, поставьте лайк и отметьте это в комментариях. Мне будет очень приятно. Спасибо. Ну а сегодня мне будет помогать председатель ассоциации когнитивно-панической психотерапии, уважаемый человек, врач, психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, автор огромного количества книг, научных публикаций, очень известный человек в мире российской психотерапии. Поэтому не приключайтесь, смотрите внимательно, будет очень полезно. Говорить мы будем о панических атаках и о главном мифе о панической атаке. Знаете, если говорить о мифе номер один о панической атаке, я бы сказал следующее, что большинство людей считают, что они жили абсолютно нормально. Да, они жили какое-то количество лет, все у них было прекрасно и великолепно, и вдруг в какой-то момент у них начались экстренные приступы паники, страха и то, что они называли ВСД, и у них пошло все шиворот на выворот. По этой самой логике им кажется, что было все хорошо, стали паники, поэтому плохо, значит логически паники надо убрать. Но это естественная логика человека, когда у тебя, ты жил нормально, у тебя начались какие-то симптомы, там насморк, кашель, надо устранить насморк и кашель, у тебя будет все хорошо. Вот так думает в среднем обыватель, вот так думает среднестатистический человек о панических атаках. Вот этот миф номер один сейчас давайте развеем, потому что на самом деле вы должны понимать очень глубоко суть невротического расстройства, невротическую природу, а именно невротический характер или невроз у вас не начался с панических атак и с психовегетативных проявлений. Ваш невроз начался еще в юности, еще много лет назад до выхода в первый симптом, так скажем, да, невротический, вегетативный, фобический, вы уже были на самом деле невротиком еще тем. Просто проблема в том, что это не проявлялось в виде защитных психологических механизмов, а именно, вы уже как-то смотрели на мир, вас уже многое что-то раздражало, где-то вы были очень требовательны к себе, где-то вы предъявляли завышенные требования к окружающим, ваши стратегии с детства уже работали, и лишь вопрос времени и стечения обстоятельств был тогда, когда у вас выйдет в сильнейшие защитные механизмы. Ну, например, если бы череда событий и вашего реагирования на текущие обстоятельства, когда у вас начинались панические атаки, не произошло бы таких обстоятельств и вы бы реагировали по-другому, вы бы никогда не познакомились с паникой. Но поскольку вы были, у вас было заложено вот это базовое программирование, да, скажем так, понимание мира, себя, чувство вины и поведение от этого, или внутреннее чувство одиночества и поведение от этого, внутреннее чувство нехватки любви и поведение от этого, предвзятое понимание отношения к вам, вот это все понимание было заложено уже в вас юности и случились обстоятельства или череда обстоятельств в которых вы отреагировали остро поднялась эмоциональная планка вместе с этим вегетатика напряглась и вы испугались вегетатики а могли бы не испугаться вот если вы не испугались это было бы все тоже самый невроз фобический ипохондрический обсессивно-компульсивный неважно просто без панических атак а вот если вы испугались вегетативного проявления у вас будет тот же самый невроз только с наличием панических атак и это не значит что вы заболели невроза в этот момент проще говоря первая паническая атака и вообще панические атаки не являются самой проблемой они являются лишь испугом начала невротического расстройства проще говоря вы испугались начала невротического проявления это знаете на что похоже это можно сравнить с тем что вы испугались боли в горле или температуры при гриппе или орз если вы испугались температуры при гриппе и вы говорите как не пугаться температуры как не пугаться температуру у меня вот здесь поднимается температура у меня здесь поднимается температура как бы и не пугаться а как сделать так чтобы температура не было вот очень хороший пример на самом деле да потому что вы совершенно не задаетесь вопросом а что за вирус а что нужно делать с вирусом а вообще почему так происходит и как это как вирус сам-то устранить вы полностью в тревоге по поводу температуры она вам мешает она проживается тяжело и вы сосредоточены на этой температуре иногда вы принимаете какие-то лекарства иногда вы делаете какие-то упражнения в лучшем случае либо температура закончится фармакологически либо вы научитесь не бояться температуры это то что было вот семь шагов для панической атаки или предыдущей лекции но если вы не боитесь температуры если вы не боитесь ее поднятия скажем так или вы принять применяете что-то или вы научились не бояться это же не значит что у вас с гриппом все закончилось вот мне кажется это очень хороший пример чтобы вы поняли что такое панические атаки поэтому боитесь вы вегетативного напряжения до паники или не боитесь это не решает проблему неврозов вы знаете шагом номер два или мифом номер два паническом расстройстве я бы назвал такую иллюзию как у меня не у меня все было хорошо у меня случились паники мне нужно паники убрать и моя жизнь вновь засияет всеми красками к сожалению я это вижу очень часто в интернете очень часто вижу в ютюбе о том что вся моя проблема это были паники агорафобия не могла передвигаться в парке я думал что я здесь умру кстати об агорафобии смотрите в одном из следующих роликов и вот я научилась не бояться вегетатики я научилась не бояться умереть я научилась справляться со страхом и моя жизнь вновь засияла красками и так далее и сейчас не будет помогать объяснять миф номер два дмитрий викторич ковпак председатель ассоциации когнитинопоеденческой психотерапии потому что вот посмотрите на этот слайд например я вам показываю маленький опрос где принял участие примерно 250 человек это немного но все-таки для статистики это нормально вы видите что люди которые избавились скажем так от панических атак они считали что это их проблемы но когда они избавились от они поняли что им от этого лучше то не стало да они сначала верили что с ними может что-то произойти да они сначала верили что с ними может что-то случиться там в парке или еще где-то их образовали их научили они сами справились но проблемы тревоги обсессии тревоги за здоровье и так далее это все не закончилось соответственно вывод номер два никогда не верьте и не считаете то что паническая атака или агорафобия это является самим неврозом и самой главной проблемой если вы так сделаете вы просто-напросто закопаете свою проблему очень очень глубоко и потом нас с вами симптоматика будет такая что придется знаете как это получится это получится примерно так я была уверена что проблема с панической атакой мне объяснили я стала делать упражнения мне стало легко и я подумала что все закончилось а через месяц опять расцвело все бурным цветом тревога скачки давления вегетатика фобии навязчивость я и так далее это все же получается я же неизлечимо больно значит у меня какая-то серьезная проблема значит у меня уже там наверно крыша едет и вот здесь люди как раз очень сильно ошибаются они думали что у них проблема паника они думали что начав передвигавшись по городу у них что-то сильно изменится да не изменится ребят к сожалению нет поэтому я передаю слово дмитрий викторовичу ковпаку пожалуйста внимательно послушайте дмитрий викторович вам слово многим пациентам с тревогой пациентам с тревожными расстройствами кажется что самая главная их проблема это паника действительно паника переносится крайне тяжело переносится мучительно может быть даже напоминает ожидание казни или самой смерти но это иллюзия более того даже химера паника никогда не убивала вас паника никогда не делала вас инвалидом панику вы проживали уже много-много раз казалось бы вспоминая слова нитши который цитировал древних китайцев все что не убивает делает нас сильнее почему же мы не становимся сильнее постоянно испытывая панику это происходит потому что мы верим в опасность верим в проблемы верим в то что паника главная наша проблема и верим что когда-то она все-таки нас убьет и вот это становится причиной фиксации и страхом самого страха который делает нас беспомощными делать нас слабыми подавленными и не верящими в себя и свои силы поэтому задача не только победить панику конечно важно уметь с ней справляться важно уметь ее преодолевать ну и разобраться в причинах которые порождают панику и к этим причинам в первую очередь относятся невроз то что раньше называлось старых классификациях предыдущих международных и отечественных классификациях тревожный невроз невроз это совокупность факторов которые приводят к такому симптому как паника паника это всего лишь верхушка айсберга и скрытая подводная часть гораздо фундаментальнее сложнее серьезнее и важнее это можно сравнить например с язвенной болезнью и язвы паника как и язва это симптом язва это всего лишь поражение повреждения слизистой желудка или например двенадцатиперстной кишки а язвенная болезнь это совокупность факторов которые приводят к этому поражение или если мы возьмем пример пневмонию или ангину то парацетамол конечно может сбить температуру облегчить состояние леденцы могут улучшить субъективное ощущение в горле но они не устранят причины поэтому терапия лечение избавления важно не акцентировать только на симптоме только на панике разбираться с теми причинами которые приводят к этой панике приводят к этому симптом стоит двигаться глубже разбираясь себе разбираясь своими в розе разбираясь тех причинах которые его сформировали поддерживают и продолжают развивать поэтому панику стоит воспринимать скорее как иллюзию как химию того что устранив ее все проблемы будут решены того что это самое главное и в целом это действительно химера паника никогда не убивала вас паника никогда не делала нас инвалидом паника проживалась вами уже сотни раз и поэтому мы могли бы осознать что мы стали сильнее это нас не убивает если бы старались видеть глубже в причины в основании этой паники если бы старались осознать как это работает и с чем это связано а не просто пытаться избавиться от этого очень тяжелого состояния добиваясь только состояние комфорта а не разрешение этих проблем поэтому я также как и алексей предлагаю разбираться с причинами работать более фундаментально более серьезно более глубоко для того чтобы становиться более сильными более развитыми преодолевающими свои проблемы а не прячущимися от них и так это был дмитрий кричков пак председатель ассоциации когнитинопоединческой психотерапии как вы слышите да и я если честно говорю может а последние семь лет огромное количество людей верит что по паническая так это главных проблем огромное количество людей верят что избавившись от паники они обретут какое-то здоровье и счастье огромное количество людей за последние пять лет верили в это но к сожалению их разочарование неминуемо да конечно паническую атаку нужно объяснять первым на первых этапах да конечно если вы уже верите в то что вы умрете где-то на улице по поводу сердечного приступа или еще какого-то с этим надо работать но обязательно понимаете что это лишь температура которую вы испугались то есть как дмитрий крич правильно сказал это химера но разве пугаться температуры которые у вас всю жизнь поднималась во время воспалительного процесса или борьбы с вирусом разве это не химера да на самом-то деле вы нету в этом никакой большой проблемы поэтому объяснили научили поняли что такое паническая атака двигаемся дальше занимайтесь со своими психотерапевтами и я уверен что это принесет обязательный результат самое главное что я хотел донести этим роликом и дмитрий крич хотел вам сказать что не останавливайтесь на том чтобы поняли что такое паника и поняли что такое в с д потому что это будет прогрессировать это будет прогрессировать на работе это будет прогрессировать личной жизни вы не добьетесь результатов тех которых вы хотели то есть это лишь откладывание решения проблемы будьте здоровыми подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам это понравилось комментируйте видео дополняйте а этот канал просите какие-то темы предложите надеюсь вам нравится обязательно прокомментируйте тему с природы потому что мне интересно как вам это нравится спасибо следующий ролик из цикла паническое расстройство по агора фобии увидимся пока